А вы знали, что если прочитать слово «огород» в обратную сторону, станет ясно, во что он нам обходится? Получается дорого! Здравствуйте! С вами Виктория Буркова и программа «Сады и огороды Приморья». Сегодня предлагаю поговорить вам о том, как изменить нашу дачную жизнь. Изменить количество трудодней и трудозатрат, потому что дача – это ведь все-таки место отдыха. Герой нашего первого сюжета Юрий Канцев убежден, на дачном участке помимо овощных грядок обязательно должны быть гамак, мангал, качели, садовые дорожки, цветники, а еще хотя бы один маленький водоем и обязательно фонтан. Это вот особенное место в вашем саду, да? Это самое такое излюбленное мое место, она так журчит, речка, все любят звук, шелест воды, музыка такая тайская. Ну и так вот, ландшафтик такой, что он самый такой отдыхающий здесь. Самодельный такой вот дизайн тоже, водичка стекает, журчит. Небольшая вот. Песок привозной здесь, да? Песочек такой вот хороший, с моря, с камушками. И вот так сидишь, отдыхаешь, еленая ночь. У вас здесь рядом мангальчик, да? Мангальчик дымит рядом красивый, дымочек, фонари горят. И так приятно, так, такой отдых, такой отдых чудесный. Дочка была сразу, что папа сделал. Хозяйка моя по цветам, по городам была как-то против, ей хотелось бы здесь что-то посадить, типа сливы, яблоки. Ну, получилось, что я победила. И теперь она рада и прямо вдохновляется. Хороший получился уголок. Хороший уголок получился, да. Но когда приезжаю, там на день или два, не хватает. Так хочется здесь, чтобы было больше лета, тепла, красоты. Рядом с фонтаном – площадка для мангала. От грядок и посадок ее отделяют заросли девичьего винограда. Специально посадил укрытие такое, чтобы дымочек сохранялся, запах шел сюда. Сохраняет тепло, камушки. Парим, жарим, веселимся. Тайская музыка на участке Канцевых звучит не случайно. Таиланд – одно из самых лучших мест для отдыха на земле. И если не получается бывать там так часто, как хотелось бы, нужно создавать тай своими руками. Дача у нас, ну, 10 лет, наверное, как мы купили. Мы купили сначала участок у нас там вот, 10 соток. А этот участок был как бы свободный. И приходилось его за ним следить, чтобы много травы там все. И мы решили его тоже приобрести. Ну, и тут же посадить как бы картошку. Потому что с той стороны у меня получается больше цветов. Там чуть-чуть овощей. Ну, а здесь уже начинаем разрабатывать, чтобы что-то посадить еще помимо картошки. Конфликтуйте с супругом из-за того, что он тут везде пытается устроить Таиланд. Да, да. А вы все-таки за то, чтобы дача какую-то материальную пользу приносила. Какие-то овощи вырастить. Ну, да. Спорите? Спорим. Потому что где-то, получается, я как бы сажу свое. Юрий Васильевич начинает себе. То ему дорожечки надо сделать там где-то, скашивает, где-то убирает, где-то подвигает. Ну, а подвигает меня, конечно. Помимо уголков в тайском стиле, на даче Канцевых есть ромашковый лук и несколько старых кедров, под которыми растут грибы. И даже в самые жаркие дни царит полумрак и прохлада. А еще есть маленький пруд, где по вечерам поют лягушки. Была яма такая заброшенная. Они, когда строились очень давно, пожарное, водоем пожарное. Как бы не было ни воды, ничего, ни камушков. Оболгородил, мостик сделал. Вот. Запустил, что на карасиках. Кстати, они глубоко, но немножко появляются. И тогда можно вечерком так поболтать, днем успокоить себя. Как будто я на рыбалке. Вот мостик, ступенечки. И вот так вот. Красота такая у нас с этим озером образовалась. Вода пополняется, лягушки тут прыгают. Хорошо, когда есть райский уголок. Но, с другой стороны, мы же на дачу ездим для того, чтобы что-то вырастить. Вы дачей, посадками, обработкой земли занимаетесь? Нет, я помогаю, но не занимаюсь. У меня все делает жена. Потому что, если я буду делать это, вместе с ней огород, огурцы, ничего не будет этого. Ни тропинок, ничего не будет. Все, упали мы в огурцы-помидоры. А дача все-таки нужна для отдыха, да? Конечно, для отдыха нужна. В основном, наверное, все согласятся. Немножко отдыха, немножко своей продукции. Но она должна быть напополам. У меня в руках свежий номер журнала «Сады и огороды Приморья». И, судя по обложке, можно сразу догадаться, что речь пойдет о вишне. Помимо вишни войлочной, у нас в Приморье растет множество других урожайных сортов и гибридов. Какой выбрать для вашего дачного участка? Читайте в номере журнала. Это программа «Сады и огороды Приморья». Сегодня мы говорим о том, как найти золотую дачную середину, совместить работу и отдых. Лично я больше всего не люблю прополку. А можно ли без нее обойтись? И нужно ли выпалывать каждую травину рядом с вашими огурцами, помидорами, кустами и плодовыми деревьями? С этими вопросами мы отправились на дачу к Виктору Бондрову. Знаете, вот именно же молодежь не любит ездить на дачу, потому что прополка. Прополка, сплошная прополка. И думаю, что она многим дачникам отравляет жизнь. Если дача, например, была заброшена, мы на нее, когда возвращаемся, то основная масса травы, которая на ней растет, это всевозможные сорняки. И, в общем-то, структура такая, что глаз совсем не радует. Мы начинаем бороться. Прежде всего мы боремся там, где у нас есть культурные растения, либо там, где мы высаживаем цветы. Урожай с огорода будет более витаминизированный и минерализированный, если оградить посаженную культуру от этих маленьких вездесущих сорняков. Что такое? Эээ, брат, у меня здесь огород. Если вы посмотрите, вот рядом с нами грядочка, здесь выращивают цветы, то мы как бы здесь боремся с травой, как бы, чтобы нам все-таки радовали глаз цветы, а не трава. На дачном участке есть места, где нам трава, ну, так не сильно мешает. Это, как правило, под деревьями, либо рядом с деревьями. Будем мы здесь косить и, в общем-то, держать в идеальном состоянии землю, то мы будем очень много своих сил и энергии тратить, я считаю, на бесполезную работу. Сад наш должен быть здоровым. Чтобы он был здоровым, значит, здесь должна создаться свой, якобы, свой биоциноз, да, то есть свое соотношение полезных, вредных насекомых и различных трав. Если не будет разнообразия трав, то ясное дело, что у вас не будет разнообразия насекомых. Не будет разнообразия насекомых, у вас начнутся проблемы, связанные с вредителями и болезнями. Вот многие, например, наши садоводы с агрессивностью такой вот борются с муравьями. Вот они муравьи, то есть это все, вот им за лето самое главное уничтожить всех муравьев, которые находятся у них на участке. Самые вредные у нас это так называемые садовые муравьи, которые только тем занимаются, что воспитывают пех на наших растениях. Но здесь тоже есть своя особенность. Все остальные, например, из 19 видов, чем они занимаются? Они каждый день вылавливают всевозможных вредителей. И, например, они вылавливают их за сутки примерно равной массе нашего муравейника. Если в муравейнике, например, у нас общая масса муравьев 100 граммов, значит примерно 100 граммов вредителей они вылавят. Без всяких химикатов и любых размеров, от самых маленьких, там миллиметровых и до больших. Они их видят, они их вылавливают. Мы же, если у нас не будет таких помощников, вынуждены будут с химикатами налево-направо все поливать. И не факт, что мы сможем добраться до самого последнего вредителя. А так нам муравьи постоянно уничтожают эту численность. Я вообще считаю, что многие дачники несправедливы к тем животным-насекомым, которые обитают у них на дачном участке. Вот у нас вторая беда, кроме муравьев, это отношение к змеям. Многие, в общем-то, чуть увидел змею там у себя на участке, хватает лопату, топор, там, и, в общем-то, уничтожает. Вот взять наше общество. Наше общество уже лет 10 было принято решение ни в коем случае не трогать ни одну змею. Когда у нас в обществе меняется где-то владелец участка, мы приходим и говорим, что так и так. У нас тут, на нашем обществе, большое количество амурских полозов. Чем они хороши? Полозы вылавливают абсолютно всех мышей. У нас тут зимой никто никакие эти самые винограды все прочее не жует, то есть не уничтожает, не подгрызает. И второй момент, куда более существенно, у нас в обществе абсолютно нету бурндуков. Вот где другие общества мавятся с бурндуками, вот видите, вот... Они в вишню все собирают. Вишня, она вот висит, я спокойно, будет висеть. В другом обществе, там, где, в общем-то, есть бурндуки, они лучше нас определяют дату созревания. Буквально за день до нас успевают эту вишню как бы врать, косточки забрать, ягоды на землю плюнуть. Ну, если бы это касалось только вишни, то много культур, которые в бурндуке это самое, ну, как бы, подъедают. Со змеями нужно 10 раз подумать, стоит ли, скажем так, их тревожить. Ну, и вот по моим наблюдениям, там, где живут полозы, они территориальные, они, как бы, за свою территорию защищают, они сюда за свою территорию не пускают не только других полозов, но и других змей, то есть никаких ядовитых змей на своем участке вот леса, смотрите, видите, 20 метров у нас тут леса. Могли бы приползти, да, могли бы приползти, но они здесь не задержатся, потому что полоз их выгнили, потому что змея такая большая, сильная, и, в общем-то, никого на своем участке не потерпит. Вот если говорить о змеях, которые живут на даче в тех же полозах, они очень быстро привыкают к владельцу самого участка, и вы можете вот работать, когда она вместе от вас будет греться на солнце, и не убежит ничего. И вот даже вот были случаи, когда случайно там на нее наступаешь, она не кусается, она знает, что, в общем-то, вы ее не обидите. У меня в руках журнал «Сады и огороды Приморья». Настоящая копилка информации и полезного опыта о том, как правильно применять пушонку, уберечь малину от грибковых заболеваний и найти место и время для посадки тюльпанов, нарциссов и мускариков. А еще в этом номере вы сможете прочитать о древовидных пионах Энси. Они украшают территорию кампуса ДВФУ, цветут в Марфо-Марининской обители и на территории озера Лебяжьево в находке. Наш следующий сюжет тоже о пионах. Садовод Людмила Мельникова расскажет о том, как ухаживать за пионами, чтобы в следующем году они порадовали нас пышным цветением. Наступила пора, когда наши прекрасные пионы отцвели. Что же делать, какой же теперь уход за ними после цветения? Для начала нужно посмотреть и убрать все отсветшиеся цветья у пиона. При том, что мы убираем их так, чтобы стебель мы под корень не резали. Нам нужны еще листья, которые будут питать наш корень в дальнейшем. Листики оставляем, а вверх стебля убираем. Обрезали все ненужные соцветия. И теперь что мы делаем? Через две недели после цветения мы пионы подкармливаем. Суперфосфатом и калием. Суперфосфата нужно 15-20 грамм на куст, а калия 10-15 граммов. В нашем Приморском крае, это характерно для нас только, пионы поражаются пионовой мухой. И личинки пионовой мухи заходят в бутон тогда, когда пионы отцветут и зарождаются новые почки. Вот тогда туда заходит эта личинка. И она с ней вместе развивается. И потом уже весной, выходя с бутоном, мы видим, что бутоны становятся коричневыми и мягкими. Если в этот бутон развернете, то вы увидите белую личинку. Что мы должны сделать? Мы рано весной должны проверить все свои бутоны, если они коричневые, и мягкие. И все их удалить. С них толку никакого не будет. Также, чтобы у нас не было пионовой мухи, которая нам очень сильно вредит, мы можем добавить в суперфосфат препарат такой рогот. Когда мы приготовили свою подкормку, мы делаем вокруг куста канавку. И наше удобрение туда проливаем хорошо куст. И засыпаем туда наше приготовленное удобрение. Также очень эффективным препаратом при борьбе с пионовой мухой является препарат карбофос, который мы, куст, проливаем водой, а потом проливаем карбофосом, чтобы он убил личинки, которые попадают при зарождении новых почек пиона. Это раствор моего собственного приготовления. Для культурных растений он безвреден. А сорняки его, ох, как не любят. Они мягкие внутри и коричневые. Вот это говорит о том, что вот этот вот бутончик у нас уже был поражен пионовой мухой. Почему у нас такой красивый крупный бутон получился? Потому что были удалены боковые бутоны. Для того, чтобы пионы были крупные, вот мы видим здесь, что они не очень получились крупные в этом году и красивые, для этого мы всегда оставляем один центральный цветок, а все боковые бутоны мы убираем. Это такая же процедура, как мы посанкуем гиоргины или помидоры. Если вы будете, уважаемые садоводы, соблюдать нехитрые правила ухода за кустами пиона, то у вас будут всегда красивые, пышные цветы. Копатыч, ты чего это все цветами усадил? Что мы есть-то будем? На этом наш выпуск завершен. Все его материалы вы можете найти на сайте 8-й канал.тв. Сегодня мы с вами пытались выяснить, для чего нужна дача. Для того, чтобы отдыхать, набираться сил и здоровья, или для того, чтобы выращивать невиданные урожаи, ставя рекорды на своих шестисотках. Выбирая ответ на этот вопрос, будьте мудрыми. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова